Приветики всем моим косметоманчикам! Сегодня я дам отзыв на краску Quality Color от Estelle. Ей я пользуюсь уже в четвертый, в третий раз, потому что вот эту упаковку я делила наполам черную. До этого у меня был серебристый блонд. Я отрезала волосы и начала краситься, у меня сейчас темные и короткие волосы. Это просто 111 тонн, без всяких оттенков, истинно черный, без переливов. В упаковке идет бальзам для волос, сама краска, оксигент, вот он на 6%. Я использую вот такую кисточку, стеклянную тару, в данном случае у меня пепельница для смешивания оксигента и краски. И также потом я мою шампунем, вот таким, флоралис. Обязательно нужно промывать всегда. Краска стойкая, закрашивает седину. Я бы не сказала, что у меня седина, просто даже свои детские фотографии я посмотрела на висках, так как волосы очень светлые, у меня прям перламутровые такие волосы. И вот если их не закрасить, они самые первые отрастают на висках, если их не закрасить, смотрится как будто это седина. В общем, краска хорошо берется на волосы, очень стойко остается. У меня была хна до этого, и я красила этой истелью на хну. Достойно, практически месяц продержалась, буквально без полнедельки. Но такой появился коричневый отлив на волосах, потому что у меня были светло-коричневые волосы с хной. И я решила, что уже нужно покрасить чуть-чуть раньше, чем закончился месяц. Обычно я крашу раз в месяц волосы, конечно. С краской ничего не случилось. Вообще, конечно же, точно, абсолютно, я уверенностью могу сказать, что оставлять ее нельзя так, как я хранила ее половинку этой краски полмесяца. И здесь два пакетика оксигента. Один я использовала в прошлый раз. Маску я использовала просто так. Первый раз я использовала глиняную маску, да те, когда красила волосы в черный, вместо той, что идет в комплекте, вместо той маски. Там просто написано смыть и нисколько даже не держать. Ну, она с персиком. Персик и еще что-то там добавлено. Она очень приятная, волосы такие мягкие, супер жирные после этой маски. И, ну, сейчас я тоже буду использовать эту маску против выпадения, чтобы закрепить результат покраски. Потому что просто шампунем вымыть недостаточно. Нужно хоть какой-то бальзам. В общем, краска мне понравилась за свою цену. Я, на самом деле, никогда не красилась дорогими красками. Но за свою цену полдоллара получается за окрашивание, если вот так делить на очень короткие волосы, как у меня. Это просто копейки. И это то, что я могу себе позволить. В общем, несомненно, я могу ее порекомендовать. Но будьте готовы к такому минусу, что волосы после 10 дней окрашивания становятся очень жесткими. Нужно за ними ухаживать масками. И особенно под конец месяца волосы очень-очень жесткие становятся, когда уже вот-вот время близится к покраске. Ну, я думаю, практически от любой краски волосы портятся. Но это... В любом случае, это не так вредно воздействует, как осветление на волосы. Потому что любое осветление, даже просто краской... Это я посмотрела на свои брови. Брови я, кстати, тоже окрашивала в прошлый раз, и в этот раз этой краской. Так хочется, что просто краска подтекает. Брови отлично берет. Никак их не испортила, по ощущениям. Почти 2 недели можно даже и не подкрашивать их. Полторы недели точно. Но так как волосы очень насыщенно черные, я все-таки подкрашиваю их. Белаю более графичные с помощью карандаша и даже черной туши. Но сейчас я их подкрасила, и думаю, первое время тушью их подкрашивать точно не буду. Или наоборот, только тушью буду пользоваться без карандаша. Потому что они будут очень темными. Действительно, краска с бровей немного подтекает. Наносила ее ватной палочкой. Эффект очень нравится. Брови свои у меня очень суперсветлые. И я их подкрашиваю. И это более-менее гармонично смотрится с волосами. Потому что... Просто... Это, наверное, восьмой даже тон моих бровей. Короче, они практически свет... Практически белые. Если ничего не сделать с ними, обязательно, полностью в проветренном помещении, всегда красьтесь. Это... Почему я сейчас запыхалась? Просто здесь абсолютно нечем дышать. Это просто испарение из краски. Кисточку буду мыть. Кончиком никогда не пользуюсь. Это кисточка с Алиэкспрессом. Оставлю на нее ссылку в описании. И также оставлю, наверное, триммер, которым я стригла свои брови. Буду заканчивать это видео, проветривать. Обязательно ложите что-то на пол, потому что краска очень текучая, очень жидкая. Непривычно жидкая по сравнению с другими крем-красками. Это гель-краска. Вот на коробочке внизу написано стойкая, стойкая, стойкая гель-краска. Стойкая. В общем, на пол надо что-то ложить и подстилать, как я подстила. Вот я инструкцию подстилала. И вот во второй раз я разлила оксигент. Не знаю, надеюсь, с окном ничего не случится. В общем, краску держится 40 минут. На бровях я буду держать, наверное, 30 минут. Там 30-40. Брови, думаю, возьмутся за это время. И прокрашивала я брови ватной палочкой, если я еще не сказала, не помню. В общем, всем пока. Берегите свои волосы. Всегда ухаживайте за ними, бальзамами. Не бросайте их, так как я бросала их прошлым летом, когда у меня был свой цвет, и я еще не стриглась, не окрашивалась, не осветлялась, не пробовала черные, не пробовала короткие стрижки. Волосы были просто сухие, как солома. Это плохо, что волосы выгорают. Нужно обязательно летом... Зимой надо защищать от электризации. Потому что шапки очень портят волосы. А летом нужно от иссушения и... От солнечных лучей их... Какими-то бальзамами защищать. В общем, за волосами нужен уход круглый год, чтобы не было такого, что вам, блин, просто хочется их срезать. В общем, вы меня поняли. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, если хотите, если вам нравятся мои рассуждения. И ставьте лайк. Обязательно комментируйте все, что я делаю. И рассказывайте свой опыт с окрашиваниями. Возможно, у вас был опыт с окрашиванием стель. Тоже обязательно пишите об этом. И какие вы краски предпочитаете? Более дорогие или копеечные? Всем пока!